Итак, ребята, я всех приветствую, мы продолжаем наше прохождение. Что ж, ну после того, как мы тут нарулили кучу дел, надо выйти в город, погулять, посмотреть, что там сейчас происходит после всей этой перестрелки. Нихера себе. Так. Получается у нас сегодня, кстати, понедельник, да? А, воскресенье. То есть пятницу, он говорит, просто когда мы с кровати поднялись, он сказал, провалялись пару дней. То есть получается своту и воскресенье. Окей. Однажды я вернусь к тебе. Граффити нарисовано поверх следов разразившегося здесь сражения. Пахнет кровью и мазутом. Это работа Синди Череп. Ага, похоже, что Синди Череп наконец-таки нашла слово для своего шедевра. Лейтенант присаживается на корточки и трогает мазут пальцем. Да, похоже на то, работа свежая. Вечер, вчера ее здесь еще не было. Ага, возвращение. Это имеет какое-то отношение к тому, что... К тому возвращению, которого ждет наша катажина Алла-Аласье. Может быть. В западном ревошоле кто-то где-то всегда шепчет о Ле-Ритур. Он прищуривается и разглядывает надпись. Это аэрографики, предназначенная для аэростатов коалиции в нижних слоях тропосферы. Ага, возвращение на ее сторону. Возвращение света. Хм, ясно, я чувствую запах мазута. И крови. Тут и ваша есть. Мазут. Он же огнеопасный. Так, в сторону, лейтенант. Поджечь графики, бросив горящий окурок. Мазут загорается мгновенно. Кстати, секретное задание. Подожгите графики, кинув зажженную секрету. Мазут загорается мгновенно. Раздается леденящая душу шипение. И яркое оранжевое пламя вспыхивает на поверхности букв. Черный дым поднимается от горящего послания. Дискоэлизиум. Лейтенант отходит на шаг назад. Он глядит на твое лицо, свете пламени и молча кивает. Потом огонь утихает. Пламя согрело и его. И это хорошо. Надо отправиться на тот остров. Топливо постепенно выгорает и пламя гаснет. В воздухе пахнет мазутом и весной. Можно сразу к ней сходить. Так сказать, не отходя от кассы, сразу закончить с этой последовательностью действий. Я думаю, она там на месте нас ждет. Угу, глядите, ее нету. Так, значит, давайте зайдем в дом. Посмотрим, что там изменилось. Сразу же проверим балкон наверху. Ничего нового она нам не говорит. Не помню, куда эта дверь ведет. Так, ну я знаю, что нам нужно. Неплохо. Я вообще забыл уже про это место, что тут есть даже какая-то штука, которую мы не открыли. Но не то, чтобы нам сейчас были нужны какие-то деньги. Но забрали, так забрали. Это хорошо. Пригодится в хозяйстве все. Надо эту огромную открывашку убрать тогда сейчас из слота. Ага, риэлтора нету больше. Так, что там батя Куна еще спит. Спит сели по всему. Ну ладно. Его я готов не проверять. Наслал поверление бегать до него. Ну-ка, а он дома, интересно. Да, Ким нам подсказывает, что нам там больше нечего делать. Ну, крещий парень-то он стоит в танцах. Это очевидно, мы его там уже видели. Он нам ничего нового, тем более, не сказал. Вот. Поэтому Была надежда встретить кого-нибудь еще, или просто попасть в эту комнату. Хм. Сюда зайдем. Ну ладно. Зайдем тогда в книжный, посмотрим, не появилось ли там что-нибудь. Я к Эврару точно хочу зайти, посмотреть, что у него нового. Плюс в проклятую торговую зону можно прогуляться. С речицей костей поболтать. О, господи, все вышло из-под контроля. Она тут же пользуется возможностью излить душу. Я из-за сверхъя из-за сверхъя из-за сверхъестественных угроз беспокоилась, но криминал, это еще хуже. Я три дня не могу пойти на работу. Магазин закрыт, продаж нет. Отморозки по улицам носятся и стреляют. Зря я купил помещение в этом гетто. Так, стреляли, между прочим, в меня. Господи, даже полиция тут бессильна. Как вы хромаете. Кто-то должен что-то предпринять. Она потирает кулон, удерживая его двумя пальцами и размышляет. Может мне стоит закрыть книжный и предложить услуги медиума? Точно. Она кивает, словно отвечая сама себе. Это логично. Понимаете, преступление это шестой элемент. Самый темный. Я могла бы обучать защите от негативной энергии и борьбе с преступностью. Странно. Но я, конечно, не одобряю это. Но, возможно, ее это поддержит. Типа, неплохой план. Жизнь ведь должна продолжаться. Да, на улицах Мартинеза как раз не хватает самопровозглашенных борцов с преступностью. Вот именно. Превосходная мысль. Спасибо, офицер. Сейчас же приступлю к составлению бизнес-плана. А вы пока все же прикупите книг. Сколько сможете? Скоро вы их здесь уже не найдете. Взгляд у нее решительный. Я могу вам чем-то еще помочь. Книга про Дикамалина рассыпалась на части и я дочитать не успел. У вас найдется еще экземпляр? О, прошу прощения, некоторые старые издания в мягкой обложке долго не живут. Я бы с радостью продала вам другую такую же, но, увы, больше экземпляров в наличии нет. Печально. Ладно. Выручи меня, девочка. Эта книга про Дикамалина порвалась. Я не успел ее дочитать. Ты знаешь, чем все кончилось? Что это была за книга, сэр? Дикамалин и таинственная личность. О, хмурится она. Извините, сэр. Я ее не читала. Может, я смогу вам чем-то помочь? Понятно. Жаль, что я не читала. Вау, фонарик хочет предложить. Да я сам знаю. Ну, она-то по-любому вообще все видела. Отсюда всю перестрелку. Угу. Понятно. Жаль, что она никак не хочет прокомментировать все наши приключения. Ну, прикольно, что хотя бы продавщица из книжного смогла как-то прокомментировать происходящее. Сдавайся, ответ тебе все равно не найти. Здесь нет другой копии Дикамалина и таинственной личности. Должно же быть какое-то решение. Но его нет. Вот если бы у тебя было больше времени, больше средств, кто знает, может, ты бы что-нибудь придумал. Может, если бы у тебя было больше денег и меньше спидов в крови. Или больше спидов в крови, да. Ну, или так, да. В любом из этих случаев тебе, возможно, удалось бы найти ответ. Но не сейчас. Давай, ты справишься. Включи воображение. Подозреваемых ты знаешь. Осталось только додумать остальное. Так что, детектив, кто убил Чарли? Спилейна и Диану Денев. Блин, да просто выбери один из вариантов. Коллекционер наркоша. Все сходится. И наркоман, и коллекционер предметов искусства нужен стабильный сочник дохода. А лучший способ его обеспечить, это убить пару человек. Отличная работа, господин детектив. Ты отправляешь за решетку и опасного наркомана, и коллекционера. Убил двух зайцев одним выстрелом. Теперь можно отдохнуть и расслабиться. Мда. Я умру, пока я скрыл. Все говорят, ты... Все говорят, ты разревелся прямо во время перестреления. Потом из тебя хлистала кровь, как из резаной свиньи. Он пожимает плечами. Круто, походу, было. А кто такое говорит? Люди. Они говорят, что ты там на несколько секунд умер. Что сдался, но потом сопли на кулак намотал и воспрял. Крутяк, походу. Ты только не думай, что если тебя... Что тебе полхера отстрелили, и теперь ты у нас инвалид. То Куна и к тебе иначе будет относиться. Куна не награждает за слабость, заключает он, глядя, как ты жалко хромаешь. С Куной у тебя будут обычные дела. Вот такой Куна безразличный. Тебе почему-то это нравится. Берегись мусор, это опасный мир. Но Куна будет за тобой присматривать. Это ты о чем? Кто знает, Куна несколько раз показывает тебе жест. Я слежу за тобой. Ну, иди дальше, что ты встал-то. Дружище, ты жив, восклицает он, потом присматривается к тебе. Ну, почти. В общем, вроде как жив. Жив, только хромаю. Ох, ну и денек. Я пропустил большую часть передряги, но слышал, что было жарко. Он задумчиво кивает. Ощущалась некоторая незаконченность. Так что теперь? Вы возвращаетесь в Джемрак? Говорят, что за всем этим снояли местные громилы из профсоюза. Так что, как я понимаю, дело закрыто. Хоть и завершилось оно на дерьмовой ноте. Да, похоже, что дело... Что с делом покончено. Только осталось проверить пару вещей. Ну, удачи тебе в этом, дружище. Нелегко быть тобой. Но ты хотя бы еще дышишь, верно? Кстати, ты больше на меня не злишься? Да ну нахер, пожимает он плечами. Ну, да, я теперь плохой парень. Есть вещи поважнее, чем лелеять обиды. Все нормально, ты и так через многое прошел. Мы те, кто мы есть, и ты полицейский. Ну да, ну да. Во время своего расследования я встретил рулевую даму. Ее зовут Рубя. Ясно, немного тревожно говорит он. Но разве мудро будет рассказывать ему это, мессир? Ага. Лейтенант коротко косится на тебя. Ты что делаешь? Я ее отпустил, она ничего не сделала. Фух, ну я рад за нее. И за тебя, дружище. Это... Он пытается подобрать слова. Милосердно. Очень милосердно. И если полицейские чаще будут так поступать, то вам наверняка чаще будут идти навстречу. У него явно отлегло на сердце. Ну все, на сегодня достаточно разбалтывать сведения о расследовании. Да. Мондео, вы устроили тут пожар. Глядит он на площадь. Да что вы за полицейский такой? Путеводный маяк на серых берегах посредственности. Не стоит благодарности, Мартинес. Что ж, спасибо. Это определенно поднимает настроение. Усмехается он нервно. Очень ютно. Как на маленькой уличной ярмарке. Ясно. Так, участок 57. На нас напали. Повторяю. На нас с лейтенантом Кимом Кицураги что-то не так. С динамикой доносится только шипение помех. Алло. Нет ответа. Только бессмысленный белый шум. Уже довольно давно так. Пожимает плечами лейтенант. Я думаю, что профсоюз подслушивает наши разговоры. И глушит связь, чтобы защититься от Кринеля. Так происходит лишь когда обсуждается нападение. Остальные переговоры не трогают. Нам лучше всего вести себя так, словно ничего не случилось. Иначе нас вообще отрежут от эфира. А это не опасно? Надеюсь, что не опаснее, чем вставать между тремя вооруженными наемниками и восемью профсоюзными. Оглядывается он через плечо. Мне это тоже не нравится, но так уж сложилось. По моему мнению, на улицах достаточно безопасно, когда наемников выбили. Стало спокойнее. Пока что. Он выключает радио и наступает тишина. Вы можете попробовать связаться снова, только не упоминайте трибунал. И помните, они слушают. Они заглушают тебя. Заглушают тебя и не дают говорить. Будь настороже, мать твою. На слух все хорошо. Барабанный бой. Грандиозной войны пока не звучит. Пожалуй, можно даже сказать, что все слишком хорошо. В смысле, а почему она меня сейчас соединила? А, ну то есть, видимо, когда про нападение говоришь, глушится сразу. Ладно. Я успешно отыскал свой 9-миллиметровый вилье. Сейчас он при мне и снова я его не потеряю. 10-4. Вас понял. Очень рад, что слышите. Внесу соответствующие правки в отчет. Жюль. Я слышал, некоторые считают, что я был шестеркой Лапута Мадра. Как по-твоему? Я продажный? 10-4. Повисает молчание. Кажется, за своим гигантским радиомикрофоном связной обдумывает. Что сказать? Ну, ходили слухи. Наконец он произносит с неохотой. То есть, люди знают, что я не чист на руку, потому что я не чист, мои руки самые грязные в ревошоле, буквально по локоть в дерьме. Я опасный человек, и репутация бежит впереди меня. Хотя нет. Слухи, что это вообще значит? Они считают меня продажным или нет? В смысле, просто слухи на участке, не более. На участке всегда сплетничают. Знаете же, какие в джемроки полицейские. Хотя у некоторых из нас правда рельса в пушку. В пушку, увы. Что прискорбно. Прием. Угу. Так, фонаричек уберем. Он нам пока не нужен. Ага, этой подруги нашей нету здесь. Ну, было в магазин сначала зайти, ну ладно. Байдейру смотрит на тебя с уважением, а потом указывает на подтеки крови, украшающие твою одежду. Опасность стиль жизни Байдейру, не так ли? Он пожимает плечами. Опасность бывает разная. Меня вот беспокоит, чтобы вы не начали... Чтобы не начался рак легких. Или чтобы дикий зверь не подрал. Но не пули. И все же это заставляет вспомнить о старинных временах. Когда такое встречалось повсеместно. У тебя истинное сердце Байдейру. Угу. А где все остальные? Прячутся, собирают силы. Все выходы... Все входы и выходы в порту перекрыты. Никто сюда не зайдет и не выйдет какое-то время. Угу. А ты не поможешь мне попасть внутрь? Нет, друг. Не сегодня. Сегодня война. Он сказал это совершенно спокойно. Словно в этом нет ничего такого. Ладно, а что будет теперь? Время покажет, пожимает он плечами. Я передам Эврару, что ты заходил. Уверен, он будет рад. Угу. А что ты теперь будешь делать? У меня все хорошо. Я тут посижу, буду наблюдать. Он окидывает взглядом красные флаги, вывешенные на воротах в порт. Изрядное... Изрядное зрелище, да? Мне начинает нравиться красный. За меня не беспокойся. Мое дело, чтобы братьям волноваться не приходилось. Буду смотреть, не явится ли еще какой-нибудь безумный убийца. Если явится, сбегу и буду жить. Постарайся, чтобы тебя не подстрелили, ладно? Уверен, что мне повезет больше, чем тебе, дружище. Его улыбка широка, как пустыня. Ха-ха. Тут, кстати, он оставил, получается, коробку. Вот эту, за которую я давно наблюдал. Тьфу. У нее деньги были все это время. Мда. На кой ляд он столько ее охранял? Ну, даже если я вот здесь вот так заберусь. Ну, такое. Вряд ли там нам дадут возможность сделать прыжок. Может, что-нибудь прикуплю. Так, у меня же в пакете нет бутылок. Вроде нету. Так, что у нас здесь? Плюс один к стойкости. Плюс один к стойкости. Ну, ладно. Ну, я думал, когда настанет тот момент. А он у меня вообще в инвентаре еще? Да. Голубой медицинский спирт. Так, к нему можно зайти. Зайдем, может, он нам что-нибудь расскажет интересное. В конце концов, он тут достаточно близко. Замечу между нами. Замечу между нами. Он смиривает тебя взглядом. Что именно поэтому я не участвую в местной политике. Ты называешь это политикой? В ее чистейшей форме. Что ж, чем могу служить? Ну, понятно. Не так уж и много он нам сказал по этому поводу, но... В любом случае, не зря зашли, кстати, в фигурки, да. Нет. Да? Нет. В любом случае, не зря зашли, а не зря зашли, а не зря зашли, а не зря зашли. Так, ну, проверим тогда капканчики наши. Вот заветная лодка, которая нам нужна. Сюда еще заглянем в этот домик, зайдем в фанараде. Что, у нас, кстати, целых 4 очка, да, накопилось? Угу, 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 угу. Не знаю, что мне из этого может сейчас пригодиться. Можно, конечно, что-нибудь вкачать просто потому, что я могу это сделать. Ну, не знаю, что мне из этого действительно надо. Все. Доволен я. К сожалению, ничего здесь. Просто стул. Ладно, тогда не задерживаемся тут. Так, к алканавтам обязательно зайдем. Меня ранили. Да, даже я это вижу. Я ведь просил не приносить с собой свои проблемы, полицейские. У нас их и так хватает. Хотя, кажется, у тебя все еще хуже. Видимо, ты дурное предзнаменование для самого себя. Женщина усмехается. Похоже, вы оказались правы. Пооруженные люди таки пришли за мной. Она кивает. Возможно, и не последний раз. За такими, как вы, всегда кто-то охотится, офицер. Пооруженные люди таки пришли за мной. Реальности реально уничтожили. Танко, танко. Ничего нового у них. Леген, он вернулся и пустой. Я умер, пустой и немного скорости. Отца с сыном нету, понятно. Так, ну и предпоследняя, собственно. Так, ладно, здесь ничего нету, уходим отсюда. Зайдем тогда к любителям музыки в церковь. Ну и до края острова еще заодно прогуляемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего нового. Да, похоже, эти ребята нам ничего полезного не скажут. Жаль. О, мне прострелили ногу. Ох, она смотрит на твою ногу. То-то я смотрю, ты хромаешь. Но подумала, может, это фишка такая. Когда мне было 16, я встречалась с одним хромым парнем. Но он хромал только тогда, когда был трезвый. Так что я думаю, это было не по-настоящему. Или типа того. Не знаю. Она пожимает плечами, ее взгляд задумчиво останавливается. Затем она снова поворачивается к тебе. Как бы то ни было. Прострелянная нога. Мне очень жаль, дядя. Фигово, наверное. Ну, ладно, хорошо. Спасибо. Это не просто так зашли к ним. Ну-ка. Увы. Увы, увы. Так, и последнее. Нет, здесь ничего нет. Очень жаль. Уходим. Ну что ж, идем, видимо, тогда выпрашивать лодку. Ну, я вот на рынок еще загляну быстренько. Ммм, видите, бочек опять подсвечен. В ней каждый раз бабки спаунятся. Интересно. Субтитры делал DimaTorzok Ничего интересного. Можно разнообразие ради еще вот сюда чуть-чуть заглянуть, но далеко я сюда идти не хочу. Увы, ничего интересного. Ну и в итоге 35 минут нас заняли все прогулки здесь. О, лодка уже стоит. Ничего себе. Что случилось? Ты хромаешь? Почему ты хромаешь? Выглядишь ужасно. Ты не хромаешь, ты всегда такой. Она будто отчитывает тебя за то, что ты упал и ободрал коленку. Ты, кажется, злишься, но почему? Посмотри на себя, ты еле ходишь. Не прострелили ногу, это была та еще заварушка. Тебе бы понравилось. Это из-за той перестрелки в городе? Она не собирается так просто сдаваться. Мы слышали выстрелы. Мы, конечно, все время их слышим, но в этот раз они были ближе, чем обычно. На Рио-де-Сен-Геслен произошла вооруженная стычка. Но вам не о чем беспокоиться. Ты не только словил пулю. От второй пули я уклонился. Я и такое умею. Что ж, поздравляю, улыбается она. Ты еще и остальных не видела. Двое мертвы, один в больнице. Так, значит, ты убийца. Она мрачно кивает. Наверное, это хорошо. Наверное. Это лучше, чем быть мертвецом. Я не убийца, я коп. Точно, наверное, ты прав, кивает она. Я понимаю, что так устроена жизнь. Конечно, могу я тебе помогать? Нам нужно добраться до того острова. Это будет несложно. Сейчас штиль. И смола только-только высохла. Она указывает на свой ялик у причала. Впереди пара относительно солнечных дней. А что там на острове? Я в бинокль видел какие-то развалины. Хм, до войны там было какое-то укрепление, которое использовали коммунары. Кажется, там стояло какое-то зенитное орудие. Его разнесли в щепки во время высадки. Я сама там не была. Всегда старалась держаться как можно дальше. Она сама там не бывала. А кто там бывал? Угу. Ну, спрашиваем то, что нам подсказывает риторика. Мой муж раньше там выпивал с собутыльниками. Мне всегда казалось, что это неподходящее место для посиделок. На время высадки там умирали люди. Мне мама рассказывала. Должно быть, это одно из многих укреплений, которые использовали в последние дни революции против сил коалиции. До того, как они захватили город. Она оглядывается по сторонам. Еще иногда туда заплывают дети. Я точно знаю. На плотах. Я им запрещаю, но они привозят оттуда гильзы и тому подобное. Какие дети? Близнецы. Она указывает на двух детишек, которые играют на покрытом бетонном дворе. Не дай бог они потащат с собой девчонку на каком-нибудь хлипком баркасе. Может быть, разрешите нам поговорить с вашими близнецами об этом месте, прежде чем мы отправимся в путь? Не возражаете? Да, пожалуйста. Она смотрит на мальчишек. У них своеобразная манера общения. Посмотрим, удастся ли вам добиться от них чего-нибудь вразумительного. У меня редко получается. Пара солнечных дней. Я только что подцепил бактериальную инфекцию. Грустно это слышать. Полечись эфиром. У нас тут почти не бывает людей из РГМ. Было бы печально первого же лишиться. Есть советы, как лучше подобраться к острову? Ну, большая часть острова затоплена и под водой. Поэтому на дне там много бетона. Можно по неосторожности пробить лодку. Подходите к острову с юга. Там довольно глубоко. Так, мы можем одолжить твою лодку? Только с гарантией, что получу ее обратно. И не вздумай подцарапать корпус. Я только что выкрасил ее в желтый. И никакого алкоголя. Она прищуривается. И не лихачить. Конечно. Она нужна нам всего на день или два по официальному делу. Ладно, кивает она. Ладно, окей. Спасибо. Значит, воспользуемся твоим яликом, чтобы добраться туда. Она кивает. Экономьте, пожалуйста, топливо. Хорошо, только заправила. Но бак маленький. Ялик с маленьким двигателем, прикрепленным к корме, слегка покачивается на гладкой поверхности воды. Два его сиденья пусты. Днище лодки выкрашено в ярко-желтый цвет. Промышленная краска поверх свежей смолы. Ты видишь, как в воде отражается заводской номер А-72. Логотип Ру. И более пятиконечная звезда... И белая пятиконечная звезда на двигателе выдают в этой лодке гуманитарную помощь от государства рабочих на Самарийской золе. Ты забираешься внутрь, а дальше все просто. Один рывок стартера и лодка направятся в залив. Тебя охватывает странное беспокойство. Ты уверен, что готов отправиться прямо сейчас? Нет. Ммм, это старая потрепанная лодка. Это Ру А-72. На воде держится. Надо еще тогда в дом зайти, где девочка сидит. Ладно, детишки, вы ведь были на том острове, правда? На этом острове энтузиаст игры с камнями указывает на залив. Да, на том. Мне нужно знать, что там находится. Эм, ничего. Мальчишка засовывает палец в рот и задумывается. Просто морской порт и всякие растения. Туда можно добраться на плоту. Это здорово. А еще, а еще... Вклинивается его брат. Мы разжигаем огонь. Мы разжигаем огонь. Ага, кивает мальчик. Собираем для него палки и пули. Ну, не настоящие, а пустые пули. Гильзы от пуль. Вообще-то их много осталось после войны. Но это может оказаться важной деталью. Блин, а что это за шакалы такие здесь вот эти текстуры колбасит? Погоди, ты имеешь в виду гильзы? Я не знаю, что это такое. Ладно, понятно. А что потом? Зажигается свет. Выходит пожарник и просит нас потушить огонь. После этих слов ты ощущаешь покалывание в нервных окончаниях. Похоже, они встречали там человека на этом острове. Но ведь он отрезан от мира. Угу. То есть на острове кто-то живет? Нет, отвечает мальчишка, неистово мотая головой. Его брат смотрит сначала на него, потом на тебя. Да. Лейтенант поднимает брови и достает свой блокнот. Пожалуй, остановимся на да. Угу. А почему он пожарник? Потому что, потому что он задумывается. Потому что он просит нас потушить огонь, объясняет второй мальчишка. Угу. Ладно, а почему он вас просит потушить огонь? Я не знаю. Он ему не нравится. Ему не нравится, когда приходят другие люди. Тебе не стоит туда плыть. Да, лаконично подтверждает второй близнец, вытягиваясь в струнку, словно оловянный солдатик. Угу. Ага, ты говорил что-то про свет. Я начинает один из них, теперь уже трудно сказать который. Я не знаю. Ты имел ввиду электрический свет? Лейтенант указывает на уличный фонарь. Эм, да, мальчик смотрит на свои ноги. Можете еще что-нибудь рассказать о нем? Ну, возраст, может, он живет на острове? Нет, он там не живет, я так не думаю. Нет, он там живет, кивает второй мальчишка. Он там дважды был, два раза. Хм, его брат задумывается, затем, придя к такому же умозаключению, произносит. Он там не живет, иногда его там нет. Что-нибудь еще? Как он выглядит? Я не знаю, я почти... Я не знаю. Почти вынесу он, произносят братья. Как так, не знаете? Мы убежали. Он кричал, что нам нельзя там быть. А ваш отец тоже бывал на этом острове, да? Нет, наш отец убил себя. Не говори так, ничего подобного. Брат бьет его кулаком. Глаза мальчика начинают блестеть, будто он вот-вот заплачет. Тупая боль вспыхивает в твоем мозгу. Ваш отец не убивал себя. Ну, не знаю. Мальчишка оглядывается по сторонам, уже не уверенный в своих словах. Брат смотрит на него, напустив брови. Причем тут вообще отец? Он не пожарник. Два этих события абсолютно не связаны. Твой вопрос не имеет смысла. Ладно, это все, что вы можете рассказать. Может, знаете еще что-нибудь об этом острове? Там, произносит один из мальчишек, потеряя глаза. Абсолютно очевидно, что закончить предложение он не собирается. Свет, пожарник, лейтенант смотрит на тебя. Нам нужно осмотреть этот остров. А те близнецы на улице это твои братья? Ага. Она хмурится. Они не хотят со мной играть. Они старше и играют на улице. Внезапно она прыскает от смеха. Они одинаковые. Ха-ха-ха. Иногда я не могу их различить. Они выглядят идентично. Правда же? Я то же самое сказал. Она выглядит... Они выглядят идентично. Она пытается произнести слово по слогам, затем снова начинает смеяться. Это что, фазмид? Похоже на фазмида у стены. Что? Куда смотреть? Стоп, а вдруг это как раз тот с удочкой? Попытаться подкрасться к фазмиду. Никакое это не фазмид. Оно вообще не живое. Это кочерга. Одно расстройство. Ха-ха-ха. А-а-а. А-а-а. Господи. Поверить не могу. И не говори. Но в следующий раз обязательно повезет. Найти фазмида в этом твое предназначение. Ладно. Отложить мечты о встрече с островолийским фазмидом. Пока что. Замечательно. И мне больше добавить даже нечего. Может они могут сказать, почему они не играют с своей сестрой? Нет. Не хотят они мне это говорить. И она с нами больше ни о чем говорить не хочет. Ну что ж. Бери на себя управление, Ким. Я буду держать магнитофон. Что? Что-что. Как нам еще врубить грусть FM по дороге на остров? Ладно. Он смиряется и пожимает плечами. Давайте врубим грусть FM. На радиогрусть FM в основном ставят грустные медленные рок-композиции. Ты, похоже, отлично помнишь их чистоту. Ты, похоже, отлично помнишь их чистоту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лодка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И повисает тишина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Топливо черное и вязкое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будто бесшумный оркестр Настраивается перед исполнением Какого-то шедевра Который очень много значит Для немногочисленных слушателей На западе Морской ветер с тихим свистом Проходит меж основных иголок Меж сосновых иголок На востоке Далекий, словно сегодняшний сон Рев города Ближе шепот песка Волна поднимает песчинки Птицы чистят перышки Так, а впереди Низкий гол Воздух медленно движется Сквозь бетонную коробку Сквозь древние трещинные сколы Большое пустое здание гудит Угу Так А дальше еще на север Воздух выходит через узенькое окошко Там почти ничего нет Ветер ласкает цветы на лугу Полная тишина Тростник неподвижен Камыши неподвижны А что за этой тишиной? Колмо Кол до Мамадаква Ким Да Ты заметил, как здесь тихо? Заметил Поэтому мы и остановились Погоди, мне нужно кое-что послушать Ну ладно Надпись на бочке ОГМ Нарисована звезда с мелкими пятнышками ОГМ ОГМ? Что это? Что-то знакомое Ким, что такое ОГМ? Островалийская гражданская милиция Так официально именовалась армия коммунаров Черно-белая революционная армия Очень Звучит очень похоже на РГМ Да 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 Почему? Возможно, РГМ наследница ОГМ Возможно Невозможно сказать с уверенностью Он смотрит в сторону Темного Дверного проема После войны воцарился хаус Такое название привлекало людей В нашей рябе В западном ревошоле Обитали в основном рабочие И преступники Приятные политические мысли Так и роются в твоем мозгу Высказать их будет трудновато Ты дышишь часто и тяжело Носить такой вес на раненой ходу Летающая задачка Угу Как по мне это означает Что мы наследники Славной революционной армии Хотя Я просто хочу быть нормальным правоохранителем И все Вы и так состоите в рядах правоохранителей Те времена давно прошли Он наклоняется и рассматривает бочку Угу Так, белая звезда Нет, он смотрит на эмблему Это перевернутая звезда С обращением к небу С обращенными к небу рожками Символ коммуны Угу А эти точки Тоже звезды? Нет Это необитаемый архипелаг Символ острова Ли Идеорианской эры Так же известный Как лицо моря Угу Эта штука выглядит довольно древней Что она до сих пор здесь делает? После Он задумывается Сорок четыре Сорока четырех лет Этого времени достаточно Чтобы стереть все Что здесь случилось Лейтенант Ефрейтор Вы сами видели Что из одной из этих бочек Все еще вытекает топливо В городе полно таких вещей Старых патронов Ружей Топливо Угу Береза, которую ты видел В платный бинокль Все еще стоит Здесь не подняться Лестница сломана А вот это что такое? Понять не могу Ааа Типа мы Можем сюда Можем сюда выйти Оу май Когда-то здесь Располагалось орудие Здесь были установлены Две пушки Средней дальности Средней дальности Большого калибра Осторожно Лестница обрушилась А это Понизу нужно пройти Пока не будем торопиться Генератор микросети Над механизмом подъема Подъема орудия Установлен старый Барабанный генератор К которому кто-то Подключил кабели Они тянутся через все Помещение И исчезают за стеной Справа Лейтенант Прикладывает ладонь К металлическому барабану Проверяет температуру Уже остыл Заявляет он Но им кто-то Пользовался Видимо Видно что кабели Чинили Угу А куда ведут Эти кабели Он смотрит на розетку Куда-то вниз А что это за генератор Он работает На жидких углепродуктах Подозревая Что и мазут подойдет Лейтенант Показывает На открытую крышку Топливного бака На боку генератора Любимая модель Бродяг и воров топлива Зима была долгой Долгой и холодной Тому кто остался Был тут ночевать Потребовал себе генератор Угу Так Постучать по боку машины Ты слышишь звонкий гул Бак пуст С генератора Осыпается пыль И оседает В механизме Подъема орудия Угу А что это значит Генератор Здесь Не знаю Я же не философ И это так И это он называет Шуткой Хе-хе Зато я философ Этот генератор Доказывает Материальность вселенной Пнуть Генератор Хе-хе Агония в миниатюре Возможность Переломать Какие-нибудь Косточки На правоту Но правоту Свою доказал Больно Ухватить запроврежденный палец Он неодобрительно кивает Даже улыбается Ладно Зачем он здесь Кто-то Обладающий Базовыми навыками Работы с электричеством Восстановил его Чтобы поддерживать Тепло в помещении Возможно Это тот самый пожарник Внезапно Ветер снаружи усиливается Давай я себе знать Протяжным воем Внутри тепло Книги в основном Фантастика Исторические романы Тарелки Спачканные соусом И сажей Кухня выживальщика Футболка Стреломет От Фаун Плюс один Координации Ух ты Зимний шарф Из армейских излишков Эмпатия Плюс два эмпатия Минус Самообладание Это спортивная футболка От Фаун Застирана до невозможности Оригинальный дизайн Один рукав Короткий Один длинный Один длинный Сохранился А вот цвет Нет На груди Огромная буква Ф Теперь серого цвета Это колючий Старый шарф От которого чешется шея Он весь покрыт Надписями Гуманитарная помощь И тем не менее Ты знаешь Что тысячи людей Во всей золе Страдают От такой же Жестокой участи Неудобных шарфов Из армейских излишков Кстати Ладно Побитая Молью Одеял Защищает От ветра На полу И на Импровизированном Шкафчике Беспорядочная Разбросаны Книги И журналы Так Посмотреть Что за книги Большинство книг В мягкой обложке Серая Серия фантастики Детективов 20-30-х годов В эту разношерстную Подборку попала И классика Приключения зверей Известны Из рисовки За артовством Натуралистов И любителей Т. и Т. Харпин Муж и жена В которых человек Противостоит природе Книга очень популярна Среди всех слоев населения Оно и понятно Кому же не интересно Почитать про природу И про то Как в ней жить Выжить У большинства книг Популярная Художественная литература Среди изданий Однако Среди них Ты находишь Журнал Катод По электротехнике Остальное Все же Популярное Остальное Все тоже Популярное Чтиво Легкая эротика Зарубеж Детектив О радиовзломщиках Кто-то уютно Устроился Лейтенант Изучает книгу В мягкой обложке Плюс один Коммунизм Наше все И ненавидишь Комуняк Ах да Под кроватью Довольно обширная Коллекция Критической теории То есть Мрачной Но жизнеутверждающей Литературы Отражающей Левые взгляды И публикуемой Небольшими тиражами В таких издательствах Как Абатуа Фирм Фирм И усия Вряд ли это можно назвать Легким чтением Ким смотри Книга С левыми идеями Даже не знаю что сказать А ты что думаешь Усия Отчетливо произносит он Гуманитарные дисциплины Необычно В западном ревошоле Теперь не часто Можно столкнуться С критической теорией Тебе не удается Спровоцировать его С сомнительными Комментариями Разве мы не находили Такие в квартире Студента Коммуниста Ага Кажется у студента Из Многоквартирного дома Тоже такие были Ну да У того студента Были такие книги Эти книжки Действительно Кажутся крайне Неуместными Среди огромной Кучи развлекательного Чтива Книги с критической Теорией Как думаешь О чем это говорит Повторюсь Я не философ Но у того Кто здесь живет Явно есть Некоторое образование И определенный Набор интересов Любопытно Так Сейчас изучим Еще кровать Минуточку Так Окей Что у нас тут еще Изучим кровать А Ну вот это Что у нас На сломанном На сломанном Дальномере Рассчитаны Расставлены Свечи А я думал Это снайперка Господи Пружинный Матрас Углу На стопках Книг Лежит Старый И засаленный Пружинный Матрас Под Поношенными Под поношенным Каракулевым Одеялом Видна Подушка И белое Постельное Белье Ага Здесь кто-то Поселился Лейтенант Изучает Кровать Белье Свежее Недавно Постиранное Как давно Превозмогая Тягучую Как патока Боль Ты заставляешь Себя Закончить Предложение Даже не слыша При этом Собственных Слов Знаете Что Офицер Он смотрит На тебя С некоторым Беспокойством Вы можете Подремать Прямо здесь Если устали Я покараулю Вам не помешает Отдохнуть Перед тем Что нас ждет Ладно В другой раз Если позже Вам захочется Прилечь Я совершенно Не возражаю Ага Не нужно Строить Из себя Героя Опа Это Это же Этот Мазов Дерез Почему Один шкафчик Подсвечен Желтый Желтым А другой Синим Или каким Там Это огромное Взрывающийся Взрывозащитная Дверь Весе Должно быть Больше Десяти Тон Небольшая Взрывозащитная Дверь На Стальной Взрывозащитной Двери Огромной И тяжелой Видна Дверь Поменьше Под ручкой Обычная Скважина Под ручкой Обычная Скважина Замка Очень маленькая Что за ней Вероятно Проход на другую Часть острова Лейтенант Заглядывает Скважину Похоже Замок еще Рабочий Ага А как Ее Открыть Он Смотрит На дверь А затем Переводит Взгляд На ее Старшую Сестру И на Замок Может Это еще Одна Дверь Которую Нам Не нужно Открывать И все Таки Мне кажется Что мы Наверняка Откроем Хорошо Лейтенант Стучит По металлу Беру Свои Слав Назад Это было Слишком Наивно С моей Стороны Давайте Осмотримся И откроем Ее Люк Заклинило Где-то Внизу Далеко Шумит Вода Так А что Под лесенкой Ага Еще Всякое Зеленого Зеленого Алюминиевого Корпуса Хлопьями Отваливается Краска На передней Панели В несколько Рядов Расположились Различные Реле Полоса Частоты Даже Клавиатура Так Пробежать Пальцами По клавиатуре Клавиши Стучат Словно Кто-то Щелкает Зубами Клавиатура Сломана Уже Не один Десяток Лет А Это Тогда Что Такое Панель Управления Древним Вычислительным Аппаратом Лейтенант Показывает Нам Провода Ведущие В машину Тот Генератор Наверху Из которого Идут Провода Они Заканчиваются Здесь Может Она Открывает Взрывозащитную Дверь Возможно Он изучает Надписи На панели Похоже С помощью Этой С помощью Этого Аппарата Управляли Установленной Здесь Электроникой Может Она До сих пор Работает Так Нажать Свет Внутри Ничего Не Происходит Радио Бегунок Беззвучно Сдвигается По шкале Под стеклом Ты Настраиваешься На Превратившую На Прекратившую Трансляцию Станцию УКВ Частот На полосе Часто Написано Фельд Остров Тебе В голову Приходит Идея Может Нам Может У нас Получится Связаться С Сауной Той Программисткой Она Сможет Удаленно Открыть Дверь Лейтенант Изучает Индикатор Эта система Не подключена К сети Полагаю Это Называется Автономной Системой Ничего Не Получится Ты Уверен Нет Не Уверен Но Что Это За Военная Технология Которая Позволяет Сяким Программисткам Удаленно Открывать Двери Кроме того Это Древний Аппарат Несовместимый Ладно Аварийное Открывание Ничего Не происходит Офицер Сначала Нам Придется Восстановить Подачу Питания Генератор Он Смотрит Наверх Похоже В нем Не осталось Топлива Затем Он Смотрит Направо Туда Где В тусклом Свете Виднеется Дверь Нужно Поискать Снаружи Там Повсюду Бочки Может Хотя бы В одной Из них Что-нибудь Осталось Если Что-нибудь Ага Если Ничего Не найдем Можно Вернуться На Большую Землю И Слить Немного С Моей Кинемы Он Качает Головой Я бы Не хотел Этого Делать Давайте Поищем Здесь Панель Молчаливо Ждет Над Одним Из Реле Написано Ургенция Оверт Ну Понятно На Непонятном Языке Там Что-то Написано Наверху Конечно Стояли Какие-то Бочки Найди Топливо Откройте Дверь Отдохните В наблюдательной Вышке Но Пока Еще Середина Дня Я Не буду Торопиться С отдыхом Вот Поэтому Подождет Амбразура Заглянуть Внутрь Не Получается Такой Крупный Кусок Откололся Должно Быть Прямое Попадание Издалека Доносят Гудки Грузовых Судов Сигналы Эхом Отражаются От воды Подъемник Сломан Ржавчина Ржавчина Разъела Остатки Цепи На побережье Уже давно Нет Того Склада С которого Прибыла Эта цепь Ага Так От созерцания Воды На тебя Находят Какое-то Странное Чувство Может тебе Стоит Просто Отправиться В море Оставив Все позади И шагнуть Вперед С бутылкой В руке Да Как Всегда А зачем Может быть Там Под водой Кто-то Есть Кто-то Кто-то Ждет Тебя И Всегда Ждал Запах Тут И Фрути И Предательство Детка Ты же Знаешь Будет Больно Но там Холодно Да Холодно И Тихо Но Любовь Дарит Тепло Как Ее Губы Да Пожалуйста Да Мать Твою Погрузись В эти Мысли Мы Не думали О ней Уже Несколько Дней Целую Неделю Нет Нет Мы Не Станем Начинать Не Сейчас Не В этот Раз С Этой Мыслью Покончено Так Поднять Взгляд В дождевом Зеркале Залива Ты видишь Отражение Мартинеза Высокие Зубцы Руин Выглядывают Будто Мерцающие Башни А еще Хижины Сосны И Грузовики Все Поставлено С ног На голову Островки И столбики Выстраиваются В мостике Под твоими Ногами Вперед Иди Ты и так Задержался Ты Вздрагиваешь От сильной боли В паху И идешь Дальше Можно заглянуть Внутрь крепости Отсюда Видна Панель управления И взрывозащитную Дверь Потерта Артиллерийская карта С координатами Залива Вревашоле Ага Топливо В этой Помятой Канистре Еще осталось Немного топлива Литр или два Металл Выглядит Так Будто Ему Уже Несколько Десятков Лет Логотип Автомобильной Компании Лам Почти Стерся Старый Аптичный Шкафчик Недавно Пополненный Друамином На бетонном полу Только наполовину Закрытым Рассыпающейся Крыши Лежит Насквозь Промокшая Дождя Матрас В его изголовье На стене Двойная Амбразура Две бойницы Похожие На глаза Точка Б Тихо Произносит Лейтенант Делает шаг Вперед С пистолетом На изготовку Отличная Позиция Для ведения Стрельбы Ага Посмотреть Матрас Обычный Современный Одноместный Матрас Изготовитель Маржори На покрывале Мазутное Пятно И несколько Прожженных Сигаретных Дыр Рядом на полу Стоит банка Из-под Консервированных Бобов Доверху Наполненные Сигаретными Бычками Вытащить Окурок Из банки Фильтр Украшен Изображением Фигурки Сборщика Табака Марка Тиумутири Современные Ревошольцы Предпочитают Друин Сигареты С местной Табачной Смесью Из Произрастающих На южных Островах Сортов Или Астро Легендарные Сигареты Из Града Тиумутири Любят Пожилые Люди Забумажный Фильтр Сладкий запах И большое Количество Смолы Тиумутири Прямо как Наша находка На краю земли Помнишь? Возможно Я был Возможно Я был неправ Когда сказал Что это не важно Лейтенант На секунду Задерживает Взгляд На консервные Банки Это может Означать Что и там И там Что и там И здесь побывал Один и тот же Человек Однако Внутри Никаких Следов Курения Не заметил Если здесь Кто-то и живет Он следит За порядком Возможно Здесь специально Отведенное Для курения Место Так Отсмотреть Стену В стене Есть бойница Похожая На маленькое Окошко Ага Так Сперва Потрогать Довольно Старая Грязная Бетонная Стена Многие годы Мыл ее Только дождь Так Посмотреть Сквозь дыру В стене Пружины Издают Жалобный Скрип Когда ты Опираешься На матрас Наклоняешь Голову Чтобы Выглянуть Наружу В животе У тебя Все Скручивается От волнения В квадратном Отверстии Ты видишь Похожий На нарисованный Пейзаж Маленький Кусочек Побережья В Мартинезе В километре Отсюда За узкой Полоской Море Развалены На той стороне Выглядят Знакомыми Так Слева Нависающие Над городом Небоскребы С уничтоженным Артиллерийским Огнем Верхними Этажами Жилой Комплекс Кейпсайд Рюдесен Гислен 33 ИВ Так А справа Красная Каменная Труба И обвалившаяся Стенка Четырехэтажного Дома Перед танцами В трепье Рюдесен Гислен 10 Проклятая Торговая Зона А в центре Похоже На коробку На здание Танцев В трепье На крыше Ты видишь Белое От дождя И отраженного Света Окно На втором Этаже Номера Классия Вот оно Окно На линии Прицеливания Это еще Слабо сказано Ким Будь у меня Бинокль Я мог бы Заглянуть Внутрь комнаты Бинокль Или оптический Прицел Винтовки Он указывает На импровизированное Ложо Очень удобно Растянулся На матрасе А ствол Как раз Ложится В амбразуру Он похлопывает Тебя по спине Три последовательных Легких Постукивания Думаю Мы обнаружили Откуда был Произведен выстрел Это снайперская Позиция Так точно Ага Лучше поздно Чем никогда Он кивает Но На это место Ничего не указывало Многие улики Вели нас По другому пути Шесть человек Погибли Ох Ё Не корите себя Офицер Не вы же Вложили им В руки Оружие И выпивку Лейтенант Замолкает Его Закрывает Волной Сожаления Он смотрит На север Поверх стены Укреплений И добавляет Мы сможем Искупить свою вину Здесь Я это чувствую Может ли Стрелок Все еще быть здесь Где Лейтенант Оглядывается назад На этом острове Лейтенант Молча кивает Сутулившийся Он оглядывается По сторонам И произносит Он внезапно Чувствует себя Неуютно Нам нужно идти Срочно Угу Да Заставили его Поумноваться Немного Спиной Ты чувствуешь Чей-то взгляд С тобой наблюдают Но откуда Не ясно Ага Похоже Лейтенант Что-то увидел Но не торопится Нам об этом Сообщить Почему-то Или ему Показалось Он решил Нас не отвлекать На всякие Посторонние Задачи Лейтенант Помогает тебе Придерживая канистру Над топливным баком Пока ты ее наклоняешь Из канистры Льется Вязкая Темно-коричневая Жидкость Помещение Заполняет Химический запах С одной стороны На барабане Имеется красный Переключатель А с другой Трос стартера Лейтенант Щелкает Переключателем Так Дернуть трос Стартер Пробуждает Генератор к жизни Машина Фыркает Словно Старый Боевой Конь А потом Начинает Трахтеть Должно Сработать Угу Так Аварийное Открывание Раздается Несколько Щелчков И взрывозащитная Дверь Начинает Открываться Появившийся Из нее Лучик Света Становится Шире А затем Ярко Освещает Выход Тебя охватывает Внезапный Приступ Беспокойства От которого По коже Пробегают Мурашки Прошу вас Лейтенант Делает Поглашающий Жест В сторону Выхода Раньше Еще снаружи Когда мы ходили По пляжу Чувствовал Что за мной Кто-то наблюдает Я тоже Не там Но Это ощущение Не покидает меня С того момента Как мы сюда Прибыли Угу Что там Не знаю А че От черного Полного углей К Костровища Поднимается Тоненькая Струйка дыма Ветер Усиливается Но потом Снова Затихает Ага Мне страшно Не бойтесь Он достает Оружие И проверяет Заряжено ли оно Затем снова Убирает в кабру У меня есть пистолет У меня тоже Я знаю Пришлось Подожить усилие Чтобы его заполучить Да Один патрон Остался Убирает в кабру Убирает в кабру Мы уже выспимся Вот это все Так что я Благодарю всех За просмотр До скорой встречи И пока-пока Убирает в кабру Убирает в кабру Убирает в кабру